Оскар Уайлд. Портрет Дориана Грея. Глава 12. Это было 9 ноября, и, как часто вспоминал потом Дориан, накануне дня его рождения, когда ему исполнилось 38 лет. Часов в 11 вечера он возвращался домой от лорда Генри, у которого обедал. Он шел пешком, да глаз закутанный в шубу, так как ночь была холодная и туманная. На углу Гровинер Сквер и Саут Содли Стрит мимо него во мгле промелькнул человек, шедший очень быстро с саквояжем в руке. Воротник его серого пальто был поднят, но Дориан узнал Безила Холуорда. Неизвестно почему, его вдруг охватил какой-то безотчетный страх. Он и виду не подал, что узнал Безила и торопливо зашагал дальше. Но Холуорд успел его заметить. Дориан слышал, как он остановился и затем стал его догонять. Через минуту рука Безила легла на его плечо. Дориан, какая удача! Я ведь дожидался у вас в библиотеке с девяти часов. Потом, наконец, жалился над вашим усталым лакеем и сказал ему, чтобы он выпустил меня и шел спать. Ждал я вас потому, что сегодня двенадцатичасовым уезжаю в Париж, и мне очень нужно перед отъездом с вами потолковать. Когда вы прошли мимо, я узнал вас, или вернее вашу шубу, но все же сомневался. А вы-то разве не узнали меня? В таком тумане, милый мой Безил, я даже Гровинер Сквер не узнаю. Думаю, что мой дом где-то здесь близко, но и в этом вовсе не уверен. Очень жаль, что вы уезжаете. Я вас не видел целую вечность. Надеюсь, вы скоро вернетесь? Нет, я пробуду за границей месяцев шесть. Хочу снять в Париже мастерскую и запереться в ней, пока не окончу одну задуманную мною большую вещь. Ну да я не о своих делах хотел говорить с вами. А вот и ваш подъезд. Позвольте мне войти на минуту. Пожалуйста, я очень рад. Но вы не опоздаете на поезд? Небрежно бросил Дориан Грей, зайдя по ступеням и отпирая дверь своим ключом. При свете фонаря, пробивавшемся сквозь туман, Холлард посмотрел на часы. У меня еще уйма времени, сказал он. Поезд отходит четверть первого, а сейчас только одиннадцать. Я ведь все равно шел в клуб, когда мы встретились. Рассчитывал застать вас там. С багажом возиться мне не придется. Я уже раньше отправил все тяжелые вещи. Со мной только этот саквояж, и за двадцать минут я доберусь до вокзала Виктории. Дориан посмотрел на него с улыбкой. Вот как путешествует известный художник. Ручной саквояж и осенняя пальтишка. Ну входите же скорее, а то туман заберется в дом. И пожалуйста, не затевайте серьезных разговоров. В наш век ничего серьезного не происходит. Во всяком случае, не должно происходить. Холлард только головой покачал и прошел след за Дорианом в его библиотеку. В большом камине ярко пылали дрова. Лампы были зажжены, а на столике марки 3 стоял открытый серебряный погребец с напитками, сифон с содовой водой и высокие хрустальные бокалы. Видите, ваш слуга постарался, чтобы я чувствовал себя как дома. Принес все, что нужно человеку, в том числе и самые лучшие ваши папиросы. Он очень гостеприимный малый и нравится мне гораздо больше, чем тот француз, прежний ваш коммердинер. Кстати, куда он девался? Дориан пожал плечами. Кажется, женился на горничной леди Редля и увез ее в Париж, где она подвязается в качестве английской портнихи. Там теперь говорят англомания в моде. Довольно глупая мода, не правда ли? А Виктор, между прочим, был хорошей слуга. Я не мог на него пожаловаться. Он был мне искренне предан и, кажется, очень горевал, когда я его уволил. Но я его почему-то не взлюбил. Знаете, иногда придет в голову какой-нибудь вздор. Еще стакан бренди сходовы? Или вы предпочитаете рейнское с сельтерской? Я всегда пью рейнское. Наверное, в соседней комнате найдется бутылка. Спасибо, я ничего больше не буду пить, отозвался художник. Он снял пальто и шляпу, бросил их на саквояж, который еще раньше поставил в углу. Так вот, Дориан мой милый, у нас будет серьезный разговор. Не хмурьтесь, пожалуйста, это к мне очень трудно будет говорить. Ну, в чем же дело? Воскликнул Дориан нетерпеливо, с размаху садясь на диван. Надеюсь, речь будет не обо мне? Я сегодня устал от себя и рад бы превратиться в кого-нибудь другого. Нет, именно о вас, сказал Холлорд суровым тоном. Это необходимо. Я отниму вас каких-нибудь полчаса, не больше. Полчаса, пробормотал Дориан со вздохом и запурил папиросу. Не так уж это много, Дориан, и разговор этот ваших интересов. Мне думается, вам следует узнать, что о вас в Лондоне говорят ужасные вещи. А я об этом ничего знать не хочу. Я люблю слушать сплетни о других, а сплетни обо мне меня не интересуют. В них нет прелести новизны. Они должны вас интересовать, Дориан. Каждый порядочный человек дорожит своей репутацией. Ведь вы же не хотите, чтобы люди считали вас развратным и бесчестным. Конечно, у вас положение в обществе, большое состояние и все прочее. Но богатство и высокое положение еще не все. Поймите, я вовсе не верю этим слухам. Во всяком случае, я не могу им верить, когда на вас смотрю. Ведь порог всегда накладывает свою печать на лицо человека. Его не скроешь. У нас принято говорить о тайных порогах. Но тайных порогов не бывает. Они сказываются в линиях рта, в отяжелевших веках, даже в форме рук. В прошлом году один человек, вы его знаете, но называть его не буду, пришел ко мне заказать свой портрет. Я его раньше никогда не встречал, и в то время мне ничего о нем не было известно. Наслышался я о нем немало, только позднее. Он предложил мне за портрет бешеную цену, но я отказался писать его. В форме его пальцев было что-то глубоко мне противное. И теперь я знаю, что чуть ее меня не обмануло. У этого господина ужасная биография. Но вы, Дориан, ваше честное, открытое, светлое лицо, ваша чудесная, ничем не омраченная молодость мне порукай. Что дурная молва о вас клевета. Я не могу ей верить. Однако я теперь вижу вас очень редко. Вы никогда больше не заглядываете ко мне в мастерскую, и от того, что вы далеки от меня, я теряюсь, когда слышу все те мерзости, какие о вас говорят. Не знаю, что отвечать на них. Объясните мне, Дориан, почему такой человек, как герцог Бервикски, встретив вас в клубе, уходит из комнаты, как только вы в нее входите? Почему многие почтенные люди лондонского света не хотят бывать у вас в доме и не приглашают вас к себе? Вы были дружны с лордом Стейвли. На прошлой неделе я встретился с ним на званом обеде. За столом кто-то упомянул о вас. Речь шла о миниатюрах, которые вы одолжили для выставки Дадли. Услышав ваше имя, лорд Стейвли с презрительной гримасой сказал, что вы, быть может, очень тонкий знаток искусства, но с таким человеком, как вы, нельзя знакомить ни одну чистую девушку, а порядочной женщине неприлично даже находиться с вами в одной комнате. Я напомнил ему, что вы мой друг, и потребовал объяснений. И он дал их мне. Дал напрямик, при всех. Какой-то был ужас. Почему дружба с вами губительна для молодых людей? Этот несчастный мальчик, гвардеец, что недавно покончил с собой, ведь он был ваш близкий друг. С Генри Эштоном вы были неразлучны, а он запятнал свое имя и вынужден был покинуть Англию. Почему так низко пал Адриан Синглтон? А единственный сын лорда кем-то почему сбился с пути? Вчера я встретил его отца на Сент-Джеймс-стрит. Сразу видно, что он убит стыдом и горем. А молодой герцог Перцкий, что за жизнь он ведет? Какой порядочный человек захочет теперь с ним знаться? Довольно, Безилл. Не говорите о том, чего не знаете, перебил Дориан Грей, кусая губы. В тоне его слышалось глубочайшее презрение. Вы спрашиваете, почему Бервик выходит из комнаты, когда я вхожу в нее? Да потому, что мне о нем все известно, а вовсе не потому, что ему известно что-то обо мне. Как может быть чисто жизнь человека, в жилах которого течет такая кровь? Вы ставите мне в вину поведение Генри Эштона и молодого герцога Перцкого? Я что ли привел Эштону его пороки и развратил герцога? Если этот глупец, сын Кента, женился на уличной девке, при чем тут я? Адриан Синглтон подделал подпись своего знакомого на Векселе. Так и это тоже моя вина. Что же я обязан надзирать за ним? Знаю я, как у нас в Англии любят сплетничать. Мещане кичатся своими предрассудками и показной добродетелью, и обжираясь за обеденным столом, шишукаются о так называемой распущенности знати, стараясь показать этим, что и они вращаются в высшем обществе и близко знакомы с тем, и кого они чернят. В нашей стране достаточно человеку выдвинуться благодаря уму или другим качествам, как о нем начинают болтать злые языки. А те, кто щеголяет своей мнимой добродетелью, они-то сами как ведут себя. Дорогой мой, вы забываете, что мы живем в стране лицемеров. Ах, Дориан, не в этом дело, горячо возразил Холлорд. Знаю, что в Англии у нас не все благополучно, что общество наше никуда не годится. Оттого-то я и хочу, чтобы вы были на высоте. Вы оказались не на высоте. Мы вправе судить о человеке по тому влиянию, какое он оказывает на других. А ваши друзья, видимо, утратили всякое понятие о чести, о добре, о чистоте. Вы заразили их безумной жаждой наслаждения. И они скатились на дно. Это вы их туда столкнули. Да, вы их туда столкнули. Вы еще можете улыбаться, как ни в чем не бывало. Вот как улыбаетесь сейчас. Я знаю кое-что похуже. Вы с Гарри неразлучные друзья. Уже хотя бы поэтому не следовало вам позорить имя его сестры, делать его предметом сплетен и насмешек. Довольно, Безил. Вы слишком много себе позволяете. Я должен сказать все. И вы меня выслушаете. Да, выслушаете. До вашего знакомства с леди Гвендолин никто не смел сказать о ней худого слова. Даже день сплетни не касалось ее. А теперь? Разве хоть одна приличная женщина в Лондоне рискнет показаться с ней вместе в парке? Даже ее детям не позволили жить с ней. И это еще не все. Много еще о вас рассказывают. Например, люди видели, как вы, крадучись, выходите на рассвете из грязных притонов, как переодетым пробиваетесь тайком в самые отвратительные трущобы Лондона. Неужели это правда? Неужели это возможно? Когда я в первый раз услышал такие толки, я расхохотался. Но я их теперь слышу постоянно. И они меня приводят в ужас. А что творится в вашем загородном доме? Дориан, если бы вы знали, какие мерзости говорят о вас. Вы скажете, что я беру на себя роль проповедника? Что ж, пусть так. Помню, Гаррио, ты ждал как-то, что каждый, кто любит получать других, начинает с обещания, что это будет в первый и последний раз, а потом беспрестанно нарушает свое обещание. Да, я намерена читать вас. Я хочу, чтобы вы вели такую жизнь, за которую люди уважали бы вас. Хочу, чтобы у вас была не только незапятнана, но и хорошая репутация. Чтобы вы перестали водиться со всякой мразью. Нечего пожимать плечами и притворяться равнодушным. Вы имеете на людей удивительное влияние. Так пусть же оно будет не вредным, а благотворным. Про вас говорят, что вы развращаете всех, с кем близки, и, входя к человеку в дом, навлекаете на этот дом позор. Не знаю, верно это или нет, как я могу это знать, но так про вас говорят. И кое-чему из того, что я слышал, я не могу не верить. Лорд Глостер, мой старый университетский товарищ, мы были с ним очень дружны в Оксфорде. И он показал мне письмо, которое перед смертью написала ему жена, умиравшая в одиночестве на своей вилле в Ментоне. Это страшная исповедь. Ничего подобного я никогда не слышал. И она обвиняет вас. Я сказал Глостеру, что это невероятно, что я вас хорошо знаю, и вы не способны на подобные гнусности. А действительно ли я вас знаю? Я уже задаю себе такой вопрос. Но чтобы ответить на него, я должен был бы увидеть вашу душу. Увидеть мою душу? Повторил полголоса Дориан Грей и встал с дивана, бледный от страха. Да, сказал Холлард серьезно, с глубокой печалью в голосе. Увидеть вашу душу. Но это может один только Господь Бог. У Дориана вдруг вырвался горький свято. Можете и вы. Сегодня же вечером вы ее увидите собственными глазами. Крикнул он и рывком поднялся стола лампу. Пойдемте. Ведь это ваших рук дело. Так почему бы вам и не взглянуть на него? А после этого можете, если хотите, все поведать миру. Никто вам не поверит. Да если бы вы поверили, так только еще больше восхищались бы мною. Я знаю, наш век лучше, чем вы. Хотя вы так утомительно много о нем болтаете. Идемте же. Довольно вам рассуждать о нравственном разложении. Сейчас вы увидите его воочию. Какая-то дикая гордость звучала в каждом его слове. Он топал ногой капризно и дерзко, как мальчишка. Им овладела злобная радость при мысли, что теперь бремя его тайны с ним разделит другой. Тот, кто написал этот портрет. Виновный в его грехах и позори. И этого человека всю жизнь будут теперь мучить отвратительные воспоминания о том, что он сделал. Да, продолжал он, подходя ближе и пристально глядя в суровые глаза Холлорда. Я покажу вам свою душу. Вы увидите то, что по-вашему может видеть только Господь Бог. Холлорд сдрогнул и отшатнулся. Это кощунство, Дориан, не смейте так говорить. Какие ужасные, бессмысленные слова. Вы так думаете? Дориан снова рассмеялся. Конечно. А все, что я вам говорил, сегодня я сказал для вашего же блага. Вы знаете, что я ваш верный друг. Не трогайте меня. Договаривайте то, что еще имеете сказать. Судорога боли пробежала по лицу художника. Одну минуту он стоял молча, весь во власти острого чувства сострадания. В сущности, какой он имеет право вмешиваться в жизнь Дориана Грея? Если Дориан совершил хотя бы десятую долю того, в чем его обвиняла молва, как он, должно быть, страдает? Холлорд подошел к камину и долго смотрел на горящие поления. Языки пламени метались среди белого, как и не пепла. «Я жду, Безил», — сказал Дориан, резко отчеканивая слова. Художник обернулся. «Не осталось вам сказать вот что. Вы должны ответить на мой вопрос. Если ответите, что все эти страшные обвинения ложны от начала и до конца, я вам поверю. Скажите это, Дориан, разве вы не видите, какую муку я терплю? Боже мой, я не хочу думать, что вы дурной, разрадный, погибший человек!» Дориан Грея презрительно усмехнулся. «Поднимитесь со мной наверх, Безил», — промолвил он спокойно. «Я веду дневник, в нем отражен каждый день моей жизни. Но этот дневник я никогда не выношу из той комнаты, где он пишется. Если вы пойдете со мной, я вам его покажу». «Ладно, пойдемте, Дориан, раз вы этого хотите. Я уже все равно опоздал на поезд. Но не беда, поеду завтра. Но не заставляйте меня сегодня читать этот дневник. Мне нужен только прямой ответ на мой вопрос. Вы его получите наверху. Здесь это невозможно. И вам не придется долго читать». Субтитры создавал DimaTorzok